что друзья мои доброе утро 28 апреля пятница я стою 18 километрах от погрузки 730 погрузка ну сейчас уже открыли страну все проверили все вроде окей так надо положить вода бутыли просить и поедем уже как говорится тихим храпом нормально отдохнули 14 часов 7 поедем она там еще будет поискать это место номер какой там был у нас едем брэду мне в ту брэду где мы были до этого едем едем веселые края релиз пришел есть брэда 7201 тогда было 75 20 по моему 76 20 ладно все проверили настраиваем круизник обычно стали 430 сейчас ставлю последнее время стали 33 минус 1 все поехали с богом погнали наши городских как говорится все на местах у нас контейнер закреплен никто не взламывал ничего не тихо блин проблем спасибо нету чтобы добраться тут быстро почти до границы там помогали все же мая начинается что видите солнышко нету небо такое никакое интересно как мне сегодня получится буду сегодня на базе ли опять как у меня всегда получается в субботу важно что если в субботу то еще плюс полдня сейчас коротенький на преду потом наверно будет еще один я так думаю будет еще одна загрузка а вот потом уже сурона брэду хотя могут познать и сразу на германии ну я не имею 2 на брэду где-нибудь 2 у нас вот гадать не будем потому что по большому счету все равно ладно что было бы работа правильно будет работа значит будем зарабатывать хейстер камп идет с такими новенькими риф холодильник я хочу что сказать по этому поводу по поводу хейстер кампа заметил что у них бочки есть уже не один раз заметил не видел говорил что он тоже видел бочки хейстер кампус не знаю голландцы катаются но по-моему один раз я видел польскую фуру с бочкой да смотрю хейстер камп там в соц сетях пишет объявления да там вот я не понимаю вот людей вот критикующих хейстер камп ладно вы там опытные ладно вы там блин жаждете больших денег но ребята начинающие желающие начать работать в профессии в нашей да не обращайте на это внимание в Латвии есть две компании для начинающих хейстер камп выиграете реально которые берут без опыта про крейс не буду говорить потому что там не работал и опять же если начну говорить то будет буду повторять всех этих кто там пишет про хейстер камп типа ну слухи да вот эти распространять но хейстер камп ребята начинающие даже не смотрите на эти комментарии что мало платят никакого уважения нету если вы хотите почувствовать себя дальнобойщиком начать если вы хотите попасть в контору компанию в которой все организовано вот и до то мой вам совет идите в хейстер камп я это прошел я это знаю и я это не рекламирую дальше дальше вы посмотрите что как и куда начать советую с хейстер камп хейстер камп если вы начинающим дальнобойщику с первого дня начинаете получать адекватную зарплату альтернативную опытным ребятам да я согласен они мало платят да я согласен могли бы платить больше но ребята хейстер камп компания которая платит реальные налоги она весь пакет с обеспечением все эти дела есть нету такого же вы три месяца катаетесь за зарплату 25-30-40 евро в день вы с первого дня даже не того же вы сели за руль а с первого дня учебы к тому же там неделя учебы происходит цель теории да вы получаете деньги сколько там 78 евро ну я так утриваю по-моему 78 и послушайте совета реально я прошел через это и я очень доволен и благодарен это если а деньги вы всегда успеете заработать особенно если у вас есть английский язык базовый хотя бы можно спокойно разговаривать свободно ну не свободно но не стесняясь разговаривать то вы найдете адекватную работу адекватную нормальную оплачиваем поверьте мне не за 90 не за 100 не за 110 евро в день намного больше теперь относительно комментарию алекса на прошлое видео по поводу паркинга в промзоне Нидерландах мы все прекрасно знаем что в Нидерландах я не понял вам сейчас уходить ладно пойдем сейчас в Нидерландах грубо говоря запрещены в паркинге в этом самом как называется в промзонах но одно дело если ты по-человечески мешаешь приехал встал на там воротах то это да то кривато что кому то это не понравится и вызвать полицию но если вы адекватный водитель становитесь на ночь и стартуете рано ночью перепроложить то не думаю что какие то проблемы могут возникнуть конечно риски есть но знаете когда вы ищете паркинг и времени у вас в обрез то мы и ну 75 процентов становятся под знаки ну что делать такова жизнь я кстати почему то думал там по знакам написано время работы знака очень интересно такое время написано с 18 до 8 вернее там написано с 8 до 8 или с 6 до 6 с 8 до 18 можно стоять я даже не мог подумать что там написано что кроме вот этих то есть с 6 до 18 можно стоять ну буду знать теперь перевод хотя там можно было догадаться с внимательно читать примерно знаете такое выражение что ну написано там примерно какие то слова похожие на кроме да там по голландски ну догадаться может но я особо так не вникал просто мотив коллега сказал что тут нормально тут можно стоять но оказывается ведь нельзя стоять нет спасибо спасибо алекс что обратил на это внимание на будущее но я всегда стараюсь не стоять под знаками ну здесь немножко коллегами я как бы сказал что нормально там все стоят поэтому я даже когда там парковался он мне готов остановить здесь передо мной я говорю здесь выезд ворот да ничего никто ничего не это самое ну не знаю я сделал второй круг и встал так чтобы не мешать уже как бы более обезопасить себя от всяких там ненужных вещей ну и тем более я всегда в промках становлюсь так чтобы в 6 утра уже уехать если вы видите мои видео когда я ищу паркинг да я так и поступаю что я не становлюсь в промке если мне надо там выезд у меня там в 11 дня то есть когда уже все поедут на работу я буду им всем мешать такие вот дела такова наша жизнь ну как говорится кто не рискует то не пьет шампанское бывает мы и под знаки едем да там только доставка там или что то а что делать если там дорога перекрыта там перекрыта уже таким знаете как умным видом идем под знак не все конечно потому что я уже столько наездился где там и габариты где там и то и все оказывается там можно ехать и все едут да конечно достанет достаточно какой нибудь полицейский докопается ну а что делать есть такие случаи варианты что я слышал даже мост впереди закрыто движение на право объезд когда ты заезжаешь на объезд ты видишь знак ограничения кому можно объезжать а как по-другому ехать мост закрыт ты уже приехал а знаете полицейские некоторые такие которые ищут ловят но всегда можно попытаться отбрехаться если у вас язык подвешен и вы говорите на понятном языке для для полицей ну конечно надо обращать все таки внимание просто как то вот обычно я привык визуально если какая информационная табличка то это дано время работы знака а не кроме ну ладно все это прелюдия еще раз добрым утром пятница сегодня пятница а завтра выходной и мы движемся в сторону завершения рабочей недели кстати пятая неделя моя следующая у меня неделя как это называется середина каденции напомню я зарядился на 12 недель изначально хотел на 10 а потом решил на 12 потому что была одна что-то не так кто-то упал друг друга сбили что ли не разъехались месипедисты а может быть еще и 13 захвачу посмотрю как пойдет у меня по по семейным обстоятельствам потому что нам надо надо уезжать будет в Белоруссию надо будет в деревню ехать жену вести тещу вести и и и там заниматься как это переоборудованием перестройкой дома поэтому как бы девушки нужны помимо всего чтобы быть свободным выборе стройматериала я уже договорился что один я не справлюсь конечно какие-то работы я сделаю но мне хочется поменять крышу со всеми вытекающими и поднять одну сторону вот это мне нужно сделать чтобы мне кто-то помог сделать а так проложить трубы вырез канаву проложить трубы не поедем и на желтый у нас груза нету у нас груза нету у нас груза нету что-то мы так в РЭД едем как-то интересно я уже так понять не могу что немножко мы как-то с другой дорогой ездим с другой стороны когда мы ехали по прямой по прямой по прямой ну а мостик и налево а здесь немножко как-то по другому ну ладно не думаю что навед 4 навигаторами на меня ведут неправильно но я этой дорогой на Брэду не ехал это точка хотя мы уже как бы в Брэде получается но склады получаются с другой стороны мы проедем здесь хотя левый навигатор меня вел прямо и там уходить ну время есть как-то 12 минут можно в пробку не попасть затор так скажем потому что время на часах уже 7 часов люди просыпаются едут на работу я помню вчера у них был праздник в Голландии день королевы день рождения королевы как-то он так называется по поводу комментариев ну и не знаю почему пишут мне в личку может быть там я зря там в соцсетях показал адреса ребята в чем проблема задать вопрос не в комментариях мне хорошо и все читают я уже всегда отвечаю личное переписывание оно меня лично по любому это ни к чему не обяжет я лично не знаком поэтому никаких как бы привилегий от того что вы мне пишете в личку как бы нет и не будет с моей стороны потому что рекомендациями заниматься для устройства на какую-то компанию я не буду исходя из личной переписки могу посоветовать могу спросить но вчера кстати прочитал одно это самое я не понял как что мне тут в рожице делать 70 километров у меня рожице нехорошее объявление в Голландии то есть 5 и 10 нужны и нормальный кстати там объявление нормальная голландская компания да голландская компания набирает там нужно на ДР нормально мне писал человек про голландский контракт так вот пожалуйста он 18 в час овертайм если больше 40 часов в неделю всякого разно командировочные база машина чтобы доехать до базы много там чего интересного ну голландский контракт я повторю голландский контракт предразумевает собой что у вас в году 4 недели оплачиваемый отпуск помимо зарплаты да голландской но вы в любой момент можете взять отпуск за свой счет типа отработали там какое-то количество недель 15 например уехали домой ну как вы с хозяином договоритесь вот вот но это не оплачиваемый отпуск как у меня я тоже еду домой мне никто не оплачивает здесь что ли налево интересно три полосы ну да и там у меня вообще нет оплачиваемого отпуска так скажем в году а там есть оплачиваемый отпуск то есть есть варианты но я видел таких мне постоянно приходят эти предложения бельгийские голландские немецкие но к немцам я больше не хочу ехать работать по крайней мере блин в карго транс я точно не хочу ехать вообще сейчас на данный момент не не стоит у меня вопрос куда ехать потому что мне это не надо мне очень нравится в этой компании условия и как там один из комментирующих там решил там похайпить в какой компании я буду работать в следующую каденцию ну вот сделать человеку нечего если ты сидишь блин ну я не утрирую не ты я в одной компании тебя блин не устраивает там ничего пускай там будет первая вторая треть четвертая пятая шестая седьмая компания заниматься мазохизмом и ходить ныть по базе как тут все плохо это не ко мне я кузнец своего счастья лично я еще раз повторю я строю свою жизнь а не жизнь меня строит а если кому то нравится для какого то непонятного имиджа типа я не меняю компании я там патриот лоялен меня наклоняет а я все равно лоялен потому что как-то перед другими неудобно что я меняю компанию да блин кому это важно тебе самому должно быть важно чтобы у тебя было все хорошо вот я говорю чтобы у тебя сложился треугольник треугольник счастья удовлетворения жизни работа которая тебя удовлетворяет условия зарплаты да там условия потом зарплата и семейный ты если меня там не удовлетворяло зачем мне там работать ну а здесь так скажу что на данный момент все зависит лично от меня вот лично от меня а не от кого-то другого если я буду заниматься херней конкретной ерундой и со мной расстанутся это будет только по моей вине лично я у меня нет никакого желания менять эту компанию на другую компанию ну а по зарплате здесь ребята я еще раз говорю я больше повторяться не буду смотрите стрим излепая одиннадцатая каденция самое первое видео либо на данный момент предпоследний стрим здесь где я находился в порту перед заездом на паром и рассказывал и условия и что это за компания и как это компания но хочу сказать что в нее так просто ну не то что не просто попасть здесь здесь основном берут по рекомендациям работающих водителей так скажем нормально у которых нормальное как это резюме или авторитет мнение о нем можно конечно попытаться но ищите контакты да я хочу просто повторю что fm компания польская работает по моему с 30 компаниями раз именно марта посылает на него на компанию которая тебя устраивает люди зарплаты плюс-минус везде одинаковые а так взять самому кому-то позвонить ну как вы это видите звонит какой-то чудак и хочет работать у человека который бережет бережно относится к своим водителям кто ты что ты как ты откуда он знает как то вот так по работе ну что 450 метров сейчас уже будем искать так еще раз напомним сами себе 7201 аборт логистик 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 Рецепшн прямо. Музейка направо. Дальше. Паркинг. Прямо паркинг. Окей. В смысле паркинга. Ничего не понял. А здесь что? Здесь просто становится это самое, да? А где паркинг? Аккурат. А, ну вон туда, на желтый не остановиться. Линии. Жилет такая, но кофе, нельзя eat, нельзя ничего делать. Вот здесь, наверное, парк. Ага, потом если что, объехал и заехал. Ну все, ладно, ребята, приехали. Разговаривали. Загрузились, едем в порт и у меня уже новое задание. Андрюха, кстати, здесь был, блин. С ним болтали. У него не подходит контейнер. У него уже удлиненный, вытянутый на 50 см где-то. Там проблема. Ну, вроде решаемый. Поболтались, посмеялись. Все-таки, блин, классный парень. Андрюха, смотришь, привет тебе. Вообще. С ним английский тренировать одно удовольствие. Ну, ладно. Теперь мы получили задание. Еду я в Мордайк сдаю контейнер и на свое место, как обычно. На это. В Наус. Будет открывать, не будет открывать. Во, открыли. В Наус поедем опять. Что делать? Наш уже обычное место, как скажем, привычное. Маркинг там, конечно, нехороший. И так все в порядке. Здесь очень, кстати, удобное место погрузки. И очень быстро, очень качественно. Хочешь кофе пить, хочешь в колец ходить. Там, по-моему, даже душ был. Блин. Светит у меня завтра тоже полдня захватывает. Ну, ничего, это не страшно, потому что мне 24 постоянно. А это не столь страшно. Но я хотел завтра помыться, в принципе. Потому что, не знаю, ну, конечно, мне сегодня надо сдать. 28, 29, 30 депатч. Перепроложить. Не понял. Показал мне туда. Здесь туда. Зачем мы поедем прямо? Ну да. Зачем нам надо? Поедем по прямой. Зачем перепрогладывать? Два так показывают, два так показывают. Поедем по прямой. Здесь разворачиваться не хочу. Перепроложить? Перепрокладывай, перепрокладывай. Все в порядке, 30 км к нам. За место. Все счастливы, все счастливы, так скажем. И я тоже. 50 км в час скорость. Проедем, как мы и ехали. А то в порт меня хочет по другой дорожке. Не, мы проедем по этой. Андрей тоже стоял там, на моем паркинге. Только он стоял там, как обычно, стоит сбоку. Присыл мне фотку. Нас фоткали. Он нас фоткал. Хе-хе-хе. Как не надо торопиться. Здесь полтинничек. Нас. Ну, поедем в Джомани. Опять просто заполнять надо, блин, СМР-ку. Не забывать. В Германии надо обязательно, если даже пустой контейнер и идешь, нужно выполнять. Я, мол, угощаю конфеты Витснауса. А он смеется, говорит, а у меня, говорит, тоже они есть. Так что, говорит, все нормально. Он говорит, ну, давай. Я говорю, я их уже не ем, потому что, блин, они у меня, ну, кислые слишком. Четыре метра там тоннельчик был впереди, но у меня-то нормально все. Четыре метра я прохожу. Вон, коллега едет. Мы проходим четыре метра. Это мега-прицеп, если у вас там не большая высота. Я, в принципе, не против, если завтра еще поработаю пару часиков. Хотя у меня пятнашка есть. Ну, многое зависит от порта, да. Как сейчас буду брать прицеп, как потом буду брать прицеп. Ой, не прицеп, контейнер. От этого многое зависит. Ну, я особо не переживаю. Нет, я специально не торможу. Не надо специально тормозить, конечно. Мне еще и покушать надо, в принципе. У меня этот самый, как он называется, Борячие бутерброды сделал. Вегетарианские сэндвичи сделал сегодня. По дороге потом Наташе позвоню. Брательнику надо позвонить. Как он там? Владик, какой-нибудь там глаз. Владик, смотришь меня? Привет тебе. Еле, привет. Прошли? Прошли. Тут видно, кто-то, блин, так конкретно проходил. Наверное, высоко поднят был прицеп. Трейлер, блин, или что-то такое, что... Царапал. В Голландии вообще высота определена 4 метра. Больше четырех метров уже нарушение. Ну, и вот там нормальная фирма. Там конфеты дают, но парковаться там, конечно, это... Блин. Это фиговато там. Если там еще рампы заняты, то это... Ну, а там она заезжаешь, потом задом сдаешь. Ну, если... Место есть, то... Нормально. А, и вообще, я поеду так. Я не буду заезжать, я пойду сразу в эту... В контору, и потом передом заеду, и... Сдам. Потому что через правый борт, если там стоят машины, очень плохо... Тарковаться. Ну, сам... Ну, как его... Как бы, само посещение этой... Эти погрузки уже... Хорошо то, что... Не первый раз я там уже... Я уже лично третий раз. Туманчик на дорогах, вы видите сами, да? Потом надо будет, когда вернуться, наверное, надо будет... Загрузиться. А еще не... 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 Не ясно, куда я потом пойду. Куда они мне потом дадут. Там, типа, читаем... Тридцатого, то есть воскресенье. Значит, по-любому я должен сдать... Прицеп сегодня. А завтра... Не завтра, а в понедельник уже... Ну, в принципе, идти на базу, наверное. Так что, вот кто говорит, что на контейнерах субботу не захватывает, в принципе, не прав. У меня десятка есть еще. И пятнашка одна. Кажется, да? Сейчас посмотрим. Да, одна десятка и одна пятнашка у меня есть. Пятнашка, это значит, я должен закончить. Грубо говоря, я начал в шесть. Пятьдесят. Ну, а может быть, сегодня и приеду на базу вечером. Все может быть. Посмотрим. Ну, и, конечно, ну, там быстро грузят, в принципе. Там... Нету такого, что там... Тянут резину или что-то такого. Нет. Главное, чтобы машины там были. Ну, не были, вернее. Главное, чтобы там их много не было. Ладно, ребятки. Двадцать пять километров. Доехать. Жалко, что у меня андроид, у меня одиннадцатый. И не... Нету возможности поставить аппликацию. Так бы я... Сам все делал бы, блин. Без захода в этот офис. Ну, единственное, конечно, это туалет. Ну, я им иду в порту. Все, ладно, сейчас будем уже выходить на трассу. На следующем повороте... Дальше, да. Так... Да здесь короткий путь, по-моему. А что я так раньше не ехал? Зачем мне надо было там... Туда, через там всякие пробки. И выезд здесь вроде нормальный. На трассу. А там я как-то через эту самую выходил. Там, в принципе, другого пути не было выезда. Там на круговую. И сразу на трассу. И сразу в пробку. А может быть, Андрюхе тоже в Наус надо будет ехать. Ну, тут знак снес. Неаккуратный. Так, ну все. Погнали. Наши городских. Наши городских. Наши городских. Здесь такой, блин, так себе. Даже неудобно. Очень неудобно. Водить страну. Потом на разворот там надо идти. И очень узкое место. Если машина, коллеги, станет подальше от бордюра, то, блин, ну его нафиг. Там выезжать очень трудно. Ну, можно вот здесь было бы развернуться, да. Ну, ничего страшного. Все сделали. Так, 50 километров мне до места. Вот она. В чем они? Да. В чем они? Страну вели. Не забыл. И теперь гоним за конфетами. Ой. Ой. Главное, не забывайте. Этот самый, как он называется. Скоростной режим. Что на националках 60, 65 едет. Сейчас бы, если бы там поехал, ехал бы по этой дороге, по параллели. Если бы не развернулся. Где бы я там выехал. Как-то я бы, по-моему, петлял бы здесь. Как-то она долго идет параллельно. По карте. И не выходит она на эту самую. Наверх. Вниз. Надо посмотреть сейчас. Налево. Прямо что нельзя здесь, что ли, ехать? Да не, можно прямо ехать. Это странно очень. Параллельно. Там пошел один по этой дороге. Коллега. Где-то впереди. Должен быть. Сейчас увидим. Догоним его или нет. Потому что там 70 только. Ну, 60. Какая-то интересная зона, блин. Колючки обнесены. А, животных нужно. Что там такое. Вырублена. Воинская часть какая-то была, по-моему. Или это. Или это полигон какой-то воинский. Наверное. Где бы он тут шел. Вон там где-то уже. За лесом пошел, коллега. Где-то там. Да ну нафиг. Конечно. Въехал бы, блин, сейчас я туда. Что-то свернул. Все правильно сделал. Потому что там неудобно. Очень неудобно. Где-то она идет через город. Даже не знаю, где-то на светофор. Как бы там я ехал. Этот там предлагал. Сайджу так ехать. Ну, нам так не надо. И вон там я смотрю хопа-хопа-хопа. И там уже тупик. Нет, там вот тогда мы направо. И вот здесь, блин, где-то вот здесь на этом. Здесь это на перекрестке, наверное, будет. Уходил бы сюда с моста. Что он уже уехал? Что я его не вижу. Зачем по узкостям, да, ползать, если можно нормально ехать? Ладно. 45. В два часа у меня начало погрузки. Давайте сделаем скидку на час. Это будет три часа. Вот так. Потом обратно еще с паузой поеду. Это еще три часа, шесть часов. А там посмотрим, что там и как. Может быть, приеду сегодня на базу. И так, сколько нам тут осталось, ребятки? Километр. Что нас ждет впереди на паркинге? Сколько там неудобно все это сделано. Это пипец. Интересно еще на какую рампу я там пойду. Ну, благо, что не так много машин там грузится. На дальнюю рамку кто-то грузится иногда. Я два раза на первую рамку грузился. Не, один раз я на дальнюю грузился. Вторую. С конца. По-моему, первый раз, да. То есть так на дальнюю заезжать там только задом через правый борт. Ну да. Если там никто мешать не будет. Потому что в прошлый раз там стоял прицеп, и чудак через правый борт заходил. Ну, видно местный, потому что так быстренько так тик-тик-тик-тик-тик-тик и зашел. Без десяти два. У меня как бы в два начало погрузки. Ну, или это не так рассчитали два часа. Потому что, может быть, груз будет готов на два часа. Видимо, так. Так, вот там сейчас направо. И мы уже приедем, будем смотреть. Вовнутренне пойдем, пойдем сразу в этот самый. В офис. Две девочки и певочки. Две? Вот. Где тут Алдзи? Алдзи Зюд. Где он тут, Алдзи? Макдональдс вижу, Алдзи. Где Алдзи? Там с правой стороны Алдзи что ли? А я там Литл искал. Не вижу, что-то я тут Алдзи. Так, стоит прицеп. Перепроложить. Ну и блин. Кто это из наших? Нет? Надо задом задать мне. Чтоб высвободить машину. Как он тут выйдет? Я не могу заехать, потому что там будет выезжать коллега. Как я понимаю. Вот мы уже загрузились. Едем обратно. Что-то уже новое задание пришло что ли сразу? Сейчас глянем или вопрос какие-то. Блин, какой букинг? Девять пять. Я как он написал. Суперпечатка. Там же в письме есть. Я ж не новое письмо пишу. Фу. Как-то я парить, ребята. Здесь, наверное, гроза будет, я так понимаю. Неплохая. Очень сильно парит. Сейчас надо будет куда-то отъехать, а сделать паузу 45 минутную. Потому что, блин. Потому что надо сделать. Правда? Покушать-то надо. Один раз. Ой, хорошо. Что ты делаешь? Ты туда поехал? Туда поехал? передумал не хотел он передо мной ехать мазда приятного аппетита кофейку пьем этим поставим новый видос 2 видосы сегодняшний день рядом 1 3 километра до парки ну три часа 17 26 я буду в 6 часов я буду 7 часов выгрузимся нет я сегодня походу не успеваю доехать сегодня а хотелось бы кстати на базе фикс не хотелось бы это я еще в 6 так говорю сейчас пробки станет примерно минут сорок я получил пробка да точно гроза будет на чувство обычно такая погода либо после грозы либо перед грозой так парить поскольку грозу мы тут не наблюдали ребята супер отки знаете что сейчас вот третий раз сюда паркует уже вот чувствую вот даже не начинают там заезжает задом таким острым углом да здесь уже чувствую что нехватка чуть-чуть да не пытаюсь сразу хлопать чуть-чуть ну чуть-чуть сделал по-другому и уже все пошло чтобы не дергаться я скажу что у меня неплохо получается в принципе в этом месте потому что здесь достаточно трудно зайти в некоторое место вот надо задом даже заходить горочка придется через гитартер через ручник ооо блин какое солнце надо включать будет эту самую мне кондишку а на ходу кондишку как-то не хочется мне включать шею надует да ну сейчас по-любому идем на паркинг надо покушать сделать помимо кофе с бутербродами надо нормально еду походим супчик заделать по-любому идем на паркинг на паркинг а здесь тоже плохо здесь сейчас тоже надо будет находить во вторую полосу мне нравится эта машина единственное пока вот я не понимаю почему при закрытии не срабатывает аварийки такс 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 еще один переход в полосу по-любому интересно андрюха приедет сегодня на базу или витас так километр шестьсот надо на эту идти паркинг на этот парк потому что следующий паркинг это будет по ходу автохо нам нужно вот 900 метров моргин короче язык сломаешь но ост ост главное ост должно быть там местечко я думаю я надеюсь что будет местечко что ну как душа реально а включим эту самую снежинку мы здесь и кондиционер верхний так еще 45 минут я простоял что ли они на полчаса я простоял 45 минут, наверное, в общем, длина. Песта вроде есть. Туалет тут есть. Бесплатный. Ну, как-то здесь так мощновато достаточно. Перепроложить? Перепроложить. Не надо перепроложивать. Все в порядке. Зачем? У меня АБЭТ. Все, АБЭТ. Спасибо. Спасибо.